Пособие для террориста. Сенсационную информацию опубликовали немецкие СМИ. Они выяснили, что охранник бывшего террориста номер один, Усамы Бен Ладена, живет в Германии за счет социальной помощи. Как такое могло произойти, расскажет Татьяна Лагунова. Он проходил подготовку в террористических лагерях в Афганистане и был личным охранником Усамы Бен Ладена. Немецкие спецслужбы внесли его в список крайне опасных джихадистов, которые представляют угрозу национальной безопасности. Но тем не менее, этот человек спокойно живет с семьей в Германии, проповедует в мечети и получает от государства солидную социальную помощь. О том, что Сами А живет в немецком Бухуме, немецкие СМИ сообщали еще несколько лет назад. Общительностью он не отличался, но особо и не скрывался от соседей. Он постоянно туда ходит. Вижу его раз шесть в день минимум. Да, недавно видел, в прошлый вторник. После шумихи в прессе Сами А не раз пытались депортировать на родину, в Тунис. Но этого, как выяснили немецкие СМИ, до сих пор не произошло. Суд отказал в высылке из-за того, что в Тунисе ему может угрожать опасность. Так что бывший охранник Бен Ладена и сейчас живет в Бухуме за счет немецких налогоплательщиков. Его семья, жена и четверо детей ежемесячно получают от государства более тысячи евро. Это нонсенс. В один голос заявляют и политики, и силовики. Но сделать ничего не могут. Выслать или отказать в социальной помощи не разрешает закон. Как поменять систему, пока никто не знает. Единственное, что власти могут потребовать отца АМИА, каждый день приходить в полицию и отмечаться. Что он исправно и делает. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.